Мне сегодня приятно приветствовать вас в городе Кенгисеппе, все, кто приехал к нам в Кенгисеппском районе. Уважаемые участники круглого стола, с Белоруссией мы сотрудничаем и у нас очень плотные отношения. Уже с 2006 года мы работаем очень плотно с нашими побратимами. Постоянные встречи у нас идут, обмены и отческими коллективами, и бизнесмены приезжали, и с нашей стороны в Белоруссии мы участвовали в разных выставках, которые организовывались, в том числе наш регион, Олеградская область. В общем-то, работа идет активная, у нас есть вот этот опыт общения, и мы понимаем, что мы соседи, мы братские государства, мы должны выстраивать очень хорошие побратимские отношения. Кенгисеппский район сегодня точка роста не только самого района, не только Ленинградской области, а точка экономического роста Российской Федерации, потому что построен и успешно работает порт услуга, сейчас только идет развитие его грузоборота. Мы знаем, что Республика Беларусь очень активно пользуется рядом с портом прибалтийских государств, а Российский порт услуга именно был построен и реализован на самодостаточность нашего государства, на безопасность нашего государства настроен, чтобы мы могли заместить прибалтийские порты, которые постоянно навязывают нам какие-то непонятные условия, правила игры. И тогда было принято решение построить этот глобальный большой порт, который сегодня все вертикально интегрированные структуры, малый, средний бизнес, много предприятий работают именно через порт услуга. Поэтому мы тоже будем рады оказать здесь содействие белорусским предприятиям, которые ориентированы на экспорт, которые могли бы просчитать новые пути логистики, новые возможности, учитывая порт услуга. К нам придет скоро вторая ветка Nord Stream, завод по СПД сжижению газа к нам придет через 2,5-3 года на территории Кингисепска района придет 55 миллиардов кубов газа. 55 миллиардов кубов газа должны быть переработаны в готовую продукцию и транспортированы частично в Nord Stream второй ветке в Европу. То есть это огромная, колоссальная работа. Мы ожидаем за ближайшие 7-10 лет открытия 12,5 тысячи рабочих мест. У нас есть стратегия государственной национальной политики России до 2025 года, а у вас есть документы, тоже дата конечная поставлена в 2025 году и прирост населения. Я уверен, что среди этих 40 тысяч, которые будут прирост, это будут люди разных национальностей, которые приедут в Кингисепс для того, чтобы здесь трудиться, для того, чтобы поддерживать ту атмосферу мира, спокойствия, уважения друг к другу, которая исторически сложилась на нашей уникальной ленинградской земле. Особый разговор, это, конечно, белорусы, это наши ближайшие. Все мы вышли с одного окня, что называется, русские украинцы и белорусы. У нас большое разнообразие, культура у нас объединяет одно общее. Это мы живем в одной стране, в одном регионе. Мы постигаем культуру друг друга, мы толерантны, мы делаем все, чтобы было меры спокойствия, потому что без меры спокойствия все вот эти проекты, о которых сегодня говорил глава администрации, они могут быть взрывоопасны, потому что государственная национальная политика, это сегодня вопрос безопасности Российской Федерации. Культурные программы, проекты, экономические связи. Я думаю, что здесь, в Генгисепе, в районе, еще мы одно доброе дело сделаем, мы будем вас не гостями, а постоянными такими партнерами. Фонд существует с 2008 года, молодой фонд, но уже много удалось достичь. Нашими постоянными помощниками, партнерами являются Министерство культуры, Министерство строительства, Министерство торговли. Это я говорю о Беларуси. 19 школ Ленинградской области вошли в золотое кольцо школ друзей Беларуси. В Санкт-Петербурге 21 школа, со стороны Беларуси с нами дружит 51 учреждение образования средней школы. У нас есть такая программа. Пять ребятишек, или может быть с вашей стороны вам захочется больше ребят привлечь, едут в Беларусь неделю, учатся в школе и три преподавателя едут в Беларусь вместе с этими ребятишками, учатся неделю в Беларуси, а белорусские ребята приезжают к вам и преподаватели. И происходит такой обмен. У нас есть замечательный лагерь детский «Зубрёнок». Это наш маленький белорусский артек. Он работает круглогодично. И у нас есть возможность у фонда посодействовать, чтобы ребята, если в этом будет интерес проявлен, были в нашем лагере, отдохнули, познакомились, пообщались. Лагерь международный. Там ребята со всех приграничных стран. И мы уже трижды ездили с нашими коллективами, в тот числе коллектив из Тосна, на Славянский базар. Замечательная, красивая, хорошая площадка, где встречаются также люди многих стран. Это может быть и взрослый коллектив, и детский. Может быть и тот, и другой совместно. Может ваш выбор какой-то один. Фонд берется, и есть у нас еще такое российское, белорусское братство между межрегиональной организацией. Мы окажем всевозможные содействия, чтобы это случилось. Ленинградская земля во время войны воевала. Мы проводим эти встречи ежегодно, 8 сентября, 28 января и в День Победы. Обязательно делегации из Беларуси есть. Если есть такая у нас возможность, мы можем встречаться или в Петербурге ваших ветеранов приглашать и встречаться с белорусами, или может быть 2-3 человека могли бы приезжать в эти дни, встречаться здесь у вас. Может быть чуть шире. Я знаю, что у вас очень замечательные отношения сложились с городом Светлогорсом. Светлогорсом, да. Мы можем чуть шире по республике, по столице. Вот такие предложения по ветеранам. И то, что мы работаем в этом отношении, вы можете увидеть. У нас сейчас проходит фото-выставка, где очень ярко представлено, чем он занимается с Ленинградской областью. В том числе и наш губернатор. Там на фотоснимках можно увидеть и его рядом с нами. В Беларуси, конечно, сейчас из-за повышения курса доллара немножечко цены поднялись. Но все равно экономически интересно с нашими стройматериалами работать. И сейчас в Санкт-Петербурге будет строиться квартал Беларусь. А в Беларуси квартал Санкт-Петербург. Власти, которые открываются у нас новые, в ближайшее время, дай Бог, чтобы нам никто не помешал только, помогать не надо, то они превосходят в разы то промышленное строительство, которое было на территории порта «Услуга». И если у нас пиковая ситуация в порту «Услуга» была, это в районе 8 тысяч рабочих пристройки порта, это пиковая ситуация, в конце года «Сигура» на «Ватэк» строился, то мы ожидаем до 25 тысяч рабочих мест, это строительных, а пик ожидается в 2018-2019 год. Работы хватит всем, напрямую мой заместитель, Мурин Андрей Вячеславович, под ним находится комитет по экономике и инвестициям, но в нашей новой структуре, которую мы сейчас выстраиваем, выстраивать отношения, обмениваться информацией, держать ту базу на готове, которая могла бы оперативно разворачиваться и работать на нашей территории. Я думаю, что это абсолютно реально. Собственно, предприятие, это как у нас «Сертова», да, строилось предприятие, так и было раньше, оно строилось по программе выгода советских войскных приемов, для того, чтобы обеспечить жилье военнослужащих и силам. Ну, то есть предприятие в свое время, это в 1991 году, строили и проектировали, строили, финансировали Германию, проектировала тоже Германию, строила Тольцсия. Ну, то есть оборудование, абсолютно новое, ну, будем говорить, и продукция, соответствующая качество, да. Ну, конечно, время идет, такие предприятия уже появилось примерно десяток в Беларуси, да, поэтому, то есть в свое время это был лидер не только в Беларуси, но и в Советском Союзе по качеству продукции, ну, как же сказать, по новизне продукции и так далее, да. Вот, поэтому, ну, собственно, сегодня уже, я честно, Беларуси и здесь очень серьезно пропускаю, ну, так что, ну, здесь новое, как бы добавить тяжело, но у нас единственное, какое было преимущество, то, что мы могли строить, выпускали все продукции, что называется, вот фундамент, тогда крыша комплектовали. То есть полностью все на предприятии, выпускали все абсолютно. То есть, начиная, ну, вот, с блоков, фундамент на двор, черепица. Работают по, ну, целострою целого квартала. Строительные материалы будут доставляться в Беларуси? Полностью. То есть, МАПИД отработал схему, у него своя вертушка есть, да, он привозит все полностью, все строит, все делает. Одно приезжает, одно управление приезжает, другое управляет, третье, и четкий график работы, и полностью контролирует по всем этапам. И, например, как, ну, это входит в программу экспорта, ну, то есть, Минска, да, то есть, это экспортные поставки. И идет, например, 9 месяцев, должно быть построено, за 10 месяцев будет построено. Зубрёнок, да, ну, это уникальный, конечно, Перенецкий лагерь, да, он круглогодичный, да, вот, я в детстве сам когда-то в нем бывал, ни разу, да, до сих пор песни, помню, даже, эти зубрятские песни, каждый день зубрёнок и со всех сторон письма сотнями летят. Вот, и это было, ну, на самом деле, со всеми, со Советского Союза, да, приезжали дети и отдыхали. Ну, то есть, атмосфера волшебная, просто пребывание и всего остального, да. Когда она, после Советского Союза, она не только сохранилась, но и развилась, там уникальная база оборудования, такие для взрослых, то есть, там 8 или 10 санаториев, ну, и с разными циклами, вот, поздоровления, учитывая, что Ленинградская область, это зона для неустойчивых атмосферных осадок, да, ну, то есть, как бы, много дождей и всего остального, разработаны технологии консервирования и прущения зерна. Вот, химические технологии, которые позволяют 100% сохранить всю продукцию. Есть химические, а есть бактериологические, так вот, химические. И они уже давно применяются в Беларуси и применяются ведущими хозяйствами Республики Беларусь, да. Уникальные, ну, то есть, я сам поехал, посмотрел, убудился, что-то так, на самом деле. Поехал в те хозяйства, да, и они говорят, мы уже просто, вот, тут много лет применяем, мы просто, ну, как сказка. И еще, выпускают они, есть регуляторы и стимуляторы роста растений. То есть, это, опять же, проверено в Беларуси, да, то есть, это идет, но это не химически, это, это именно натурально. Крузо, вот, одно поле, второе, да, вот здесь вот обработали, а здесь нет. Здесь вот крузо 2,5 метра, здесь 40 сантиметров. И в стадии разработки это не реклама какая-то, это используется и работает в Беларуси, да. Поэтому хотелось бы, опять же, так сказать, что раз это там работает, и, скорее всего, что, ну, по погонным условиям чем-то похоже, что, скорее всего, и даже уверен, что это будет работать и здесь, да. Мы озвучивали, что у нас есть среди гостей, которые приехали, заместитель, руководитель российско-беларусского братства и председатель Международного Комитета, Воронков Виктор Иванович. Ну, вы знаете олимпийское движение. Значит, барон Кубертен, француз, через 1500 лет возвратил Олимпийские игры, покровителем которых был Зевс, и он назывался Зевс Олимпийский. Ну, а мы ровно через 1600 лет, в 1994 году возродили пифийские игры, которые выводились в Дельфах, Греции. Они были посвящены в основном культуре. Вот, и покровителем их был. Вы все эту, значит, личность видели у себя. Значит, достаньте 100 рублевку. И на колеснице стоит вот сын Зевса, Аполлон Мусагил. В переводе с греческого это покровитель Мус. И когда вы, наверное, смотрели открытие Олимпийских игр, вот, жрица Пифия, она, значит, соответствующий гимн исполняла честь Аполлона. И после этого, что Каламусе дожигал Олимпийский огонь. Вот это, собственно говоря, оттуда и идет. Вот. Но что такое международное алимпийское движение? Вот я вам сказал, что оно посвящено культуре. И, по сути дела, то, что Олимпийское не вобрало в себя, значит, вобрало в себя международное алимпийское движение. Это и образование, это и науки, и культура, и искусство, и религия. Сама роль России очень чрезвычайная в этом положении. Потому что, если здесь, получается, по алимпийскому движению, как бы, за коперщиком выступал барон Кубертен, то в данном случае, по возрождению куфийских игр, за коперщиком выступала Россия в Санкт-Петербург. Значит, в марте 1994 года в Российском институте истории искусств, это на Исакевской пятерной, знаете, значит, прошла международная научно-практическая конференция, посвященная вот возрождению куфийских игр. В этом году, значит, исполняется 20 лет Межрегиональной общественной организации куфийское движение в России, которая положила начало международному куфийскому движению. И в следующем году исполняется 20 лет первого куфийского конгресса и принятия куфийских актов. Игры, как и олимпийские, проводятся раз в 4 года. Проводятся они государствами по решению Международного куфийского совета и в соответствии с куфийских актов. Вот следующие. Ну, мы сразу поделили игры на молодежные и взрослые. Значит, 4 года назад первые молодежные Олимпийские игры прошли в Сингапуре. Очень прозаично, здесь ничего заумного нет. Значит, участие представителей регионов в составе сборной команды будет формироваться на уровне России. Так же, как и только в каждом государстве делается по олимпийскому движению. Все затраты будет нести в ВОС Улясу. Я вам сказал, что государство проводит олимпийские игры, государство проводит олимпийские. И команда им предоставляет свое государство на национальном уровне. Поэтому на сегодняшний момент, к сожалению, по ряду обстоятельств Ленинградской области это хорошо знает. Россия пока не участвует в международных Олимпийских играх. Но предстоящие игры будут проходить в Индии в феврале следующего года. И мы хотели бы, значит, пользуясь тем, что наш вклад в международное Олимпийское движение очень весом, значит, выдвинуть Россию в Санкт-Петербург на шестые международные Олимпийские молодежные игры. Как Петер Иванович сказал, у нас достаточно богатая история по взаимодействию, по побративским связям с разными странами, в том числе и с Белоруссией. Мы уже 10 лет дружим со Светлогорским райономом Гомельской области. Постоянно обмениваемся коллективами, поездками, по линии культуры, образования и по линии экономики. Бесепт является городом, понимающим состав Гонзы Нового времени, город Гонзейского союза. И постоянно принимаем участие как в международном районе, так и в российской, в четвертые гонзейские дни проходили, в русские гонзейские дни. Четвертые проходили у нас в прошлом году. В этом году наша делегация ездила в город Поржов, в 16-м году поедем в Тиму. Они очень плотно с Ириной Игоревной общались и были свидетелями того, и не только того, что она хороший организатор, но она еще замечательный творческий человек. Она действительно вчера показала себя и как организатор, и как актриса, можно сказать. Вчера был неплохой, на мой взгляд, даже, я бы сказал, очень неплохой концерт. Хотя мы готовили его не очень долго, но времени у нас получилось так, что совсем чуть-чуть. Тем не менее, он прошел очень хорошо, и зрители, те, которым повезло посмотреть этот концерт, они, конечно, остались очень довольны. Я скажу, больше того, ко мне подходили, спрашивали, где можно купить записи вот этого трио, в котором выступала Ирина Игоревна. То, что касается работы с молодежью, я думаю, что и здесь, и с Белорусским союзом молодежи работать есть необходимость. И с профильными, может быть, учреждениями, которые занимаются непосредственно молодежной политикой. Мы в течение пяти лет уже на федеральном уровне ведем проект «Право и просвещение молодежи по вопросам противодействия экстремизму». У нас есть юристы, и аспиранты, и кандидаты в науку, и выпускники юридической. Два-три человека приезжают, и с аудиторией отрабатывают. Вот этот проект хотели вам предложить. Там у нас белорусы тоже работают. Редактор субтитров А.Семкин